Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл образовательных мероприятий, вебинаров, которые посвящены проблемам неврологии детского возраста. И сегодня у нас в гостях доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктора медицинских наук Комарова Ирина Борисовна. Ирина Борисовна, мы не зря пригласили вас и рекомендовал нам это сделать ваш руководитель, заведующий кафедрой Валерий Петрович Зыков, поскольку вы совсем недавно защитили докторскую диссертацию, успешно защитили, мы вас поздравляем, и она была посвящена как раз проблеме инсультов у детей. Это популяционная работа была, помимо тех клинических исследований, которые вы проводили, вы ведь и статистику, можно сказать, достаточно планомерно и в течение длительного периода набирали, для того, чтобы обозначить, что эта проблема не только для взрослой практики, это проблема и педиатрическая. Так ведь? – Безусловно, Андрей Леонидович, да, это, конечно же, не только проблема взрослого населения, это, конечно, и проблема, хоть и не столь звучащая часто, это проблема, конечно, и детского возраста тоже. – А в сферу ваших научных интересов входили инсульты у детей всех возрастных групп? Там были и новорожденные дети? Я почему задаю этот вопрос? Мы недавно с Валерием Петровичем уже обсуждали, так называемые нейнатальные инсульты, перенатальные причины этого. Вот эта категория пациентов тоже входила в вашу разработку? – Нет, мы взяли только детский возраст от месяца до 15 лет. – Постнеонатальный период? – Да, да. – Ирина Борисовна, тогда, если позволите, я, ну, для педиатров, поскольку неврологи эту проблему лучше знают, а вот для педиатров я буду детализировать вопросы. Начнем с самого простого. Какое определение инсульта можно было бы дать для того, чтобы мы понимали всю многогранность этого состояния и в какой-то степени могли для себя определить те клинические эквиваленты, маркеры, которые должны входить в критерии этого состояния? – Ну, существует общепризнанное, общепринятое определение, которое дает ВОЗ, что такое инсульт. Инсульт – это общее или фокальное нарушение мозговых функций, которое сохраняется 24 часа и больше, которое может приводить к смерти и которое не имеет других причин, кроме нарушения мозгового кровообращения. – Значит, в основе стоит нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к нарушению функции мозга. – Совершенно верно. Фокальному или общему. В зависимости, да, от бассейна. – Или очаговому. Так. Если мы говорим о том, что есть определенный временной интервал, 24 часа должна нарушаться функция мозга, почему именно это является критерием Всемирной организации здравоохранения? – Ну, я думаю, что это определение должно быть пересмотрено, потому что оно давалось, и почему-то не пересмотрено до сих пор, оно давалось достаточно давно. Дело в том, что реально может быть нарушение мозговой функции, оно продолжается не очень долго, но если мы потом все нормализуется, но если мы выполняем нейроизуализацию и видим очаг, видим повреждение мозга, то мы это считаем инсультом. И это признается во всем мире, но официально вот такого определения в определение это не входит. – То есть клинически мы можем видеть улучшение, поскольку была оказана очень быстро неотложная терапия, либо спонтанное улучшение, но при этом, если остаются участки повреждения, – морфологически подтвержденные при лучевой, допустим, да, исследовательской программе какой-то, мы все равно это относим к инсульт. – Совершенно верно. То есть, по сути, инсульт верифицируется и клинически, и нейроизуализационно. Без нейроизуализации верификация неполная. – Понятно. Если мы говорим о нарушении мозгового кровообращения, то мы понимаем, что могут быть разные типы. – Конечно. – И, вероятнее всего, именно это стоит и в основе классификации типа инсульта. Так? – Да, ну, выделяют два основных типа. Это геморрагический инсульт, когда мозговая ткань гибнет в результате кровоизлияния, ну, в определенный участок паранхемы мозга. Либо ишемический инсульт, когда кровь не поступает, артериальный вариант, либо не может отработанная кровь эвакуироваться в венозной. – Нарушается отток. – А нарушается отток. – Нарушается отток. Если позволите, мне невролог, аппедиатрный анатолог, для себя тогда я сделаю следующее заключение. Нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к нарушению мозговой функции и обусловлено либо нарушением поступления крови мозговой ткани, либо оттоком, либо геморрагическими проявлениями. Это и есть инсульт. – Да. – Ирина Борисовна, тогда расскажите, пожалуйста, нам, насколько эта патологическая ситуация часто встречается в педиатрической практике? – Я бы сказала, что встречается не часто, конечно, как, например, инсульт в практике терапевта. Там, конечно, часто, но все-таки встречается. И педиатр может оказаться непосредственным участником разрешения ситуации, принятия решения, куда такого... – То есть первым медицинским работником, к которому обратились с этой проблемой, да? – Да. Зачастую симптомы инсульта проявляются не только неврологическими, но не очевидными, так скажем, неврологическими симптомами, они могут проявляться, то, что называется, неспецифическими признаками. И тогда может быть, конечно, диагностическая ошибка. – Вот вы говорите, педиатр может оказаться первым врачом, кто столкнулся с этой проблемой, либо к кому обратились родители, либо врачи, допустим, педагоги, тот, кто стал невольным свидетелем этого состояния. Все-таки по Москве, ведь у вас статистика по Москве – это один из крупнейших мегаполисов в мире. Какова все-таки распространенность в детском возрасте этой проблемы? – Ну, я, если позволите, дам статистику по миру так корректнее, потому что все-таки я допускаю, что определенные вещи не позволяли нам точную статистику по Москве. Она, да, мы делали... – А она отличается от мировых? – Немножко ниже у нас цифры получились, да, где-то один с небольшим. Случай на 100 тысяч детей в пересчете пересчитали. Некоторые случаи инсульта, я так полагаю, просто не учитываются. – Не были диагностированы в свое время, не прошли статистической обработки, и следовательно не вошли в регистр. – Да, совершенно верно. – А так, в общем-то, варьирует частота заболеваемости от 2-3 до 7-8. Такой разброс... – На 100 тысяч населения? – На 100 тысяч детей в год. – От 2-3 до 7-8 на 100 тысяч детского населения в год? – В год, совершенно верно. – Мы про артериальные ишемические говорим. – Особенно, если говорить обо всех? – Ну, я думаю, что и до 10-13, да, на тысячу. – А среди всех инсультов детского возраста все-таки на первом месте стоит вариант какой? Ишемический или геморрагический? – Ишемический. – Ишемический. – И из ишемического на первом месте стоит артериальный. Или нет? – Да, да, да. Потому что венозный где-то 0,67, 0,7 на 100 тысяч, а здесь 2-3 все-таки на... – Ну да, да. Ирина Борисовна, скажите, пожалуйста, какие клинические проявления могут быть в качестве аргумента для педиатра, чтобы он заподозрил, что пациент требует обязательного срочного обследования на предмет исключения инсульта, а значит и принятия дальнейшего решения по неотложной терапии? – Ну, есть... Можно разбить, да, все симптомы, которые могут наблюдаться в дебюте на ряд групп. Да, это может быть фокальная неврологическая симптоматика, ну, например, нарушение движения в руке, в ноге, асимметрия лица, нарушение речи, да, явное нарушение функций неврологических. Это может быть общемзговая симптоматика, прежде всего, конечно, нарушение сознания, мы об этом говорим. И могут быть неспецифические признаки, куда относят головную боль, рвоту, головокружение, что, конечно, вот именно неспецифические признаки могут путать, они... Особенность детского инсульта заключается в преобладании, иногда в перекрытии этими признаками неврологические... – Неспецифические признаки перекрывают неврологические признаки. – Да, и может так случаться, что ребенок поступает, госпитализируется... Причина его проблем – инсульт, например, мозжечковый, но симптоматика рвота, головокружение, слабость, вялость, и он попадает в гастронтерологическое отделение или в инфекционное отделение, проводит там какое-то количество дней, прежде чем диагноз был поставлен. – Есть ли какая-то статистика? Как часто бывают вот такие диагностические ошибки, поздняя верификация заболевания, значит, и оказание... – 40-50%. – 40-50%. – Очень часто, я считаю, что... – И это на уровне приемного отделения или уже на уровне скорой помощи? – По-разному. И на уровне приемного отделения, и на уровне скорой помощи, и даже на уровне неврологических отделений, когда интерпризируется не в пользу инсульта. – Да, получается, что это проблема междисциплинарная. – Да, абсолютно междисциплинарная. – Врач скорой помощи, врач-педиатр приемного отделения и даже врач-специалист-невролог может под маской тех неспецифических симптомов, о которых вы сказали, головная боль, – Например, температура плюс неврологический симптоматик. – Слабость, подъем температуры. Да, это очень... Как вы считаете, можем ли мы как-то выстроить алгоритм, подсказки для врача? В первую очередь педиатра, когда он сталкивается с этими симптомами, чтобы он не пропустил, чтобы он заподозрил, пусть даже в какой-то степени гипертрофируя эту проблему, но лучше в этой ситуации, наверное, вызвать специалиста, чем пропустить. – Ну, все-таки я прежде всего рекомендовала бы ориентироваться на общие правила, которые действуют и для взрослых инсультов, которые знают и терапевты, и... – Какие же это правила? – Правила FAST. – Правила FAST. – Это FAST, это по первым заглавным буквам англоязычных терминов. – Совершенно верно, да. – Это F, буква F – лицо, да, обращаем FACE – лицо. Оно может быть асимметрично, стать асимметричным. Арм – рука, слабость в руке. На самом деле и в ноге тоже с одной стороны, да, то есть слабость с одной стороны, в конечностях с одной стороны. Ну, просто для мнемонического правила удобнее было использовать одну букву. И спич – речь. Она либо неотчетливая, спутанная, либо нарушено понимание, либо и говорение, и понимание нарушено. Если хотя бы один из этих симптомов появляется, то Бопати, Тайм, да, непременно человек должен быть доставлен в стационар с подозрением на инсульт. – А может такое быть, что под маской неспецифических симптомов мы это все пропускаем? – Может. – Все-таки может? – Все-таки может. Вот то, о чем мы сейчас сказали, да, правила ФАСТ, в основном это для самого частого варианта инсульта, нарушения мозгового кровообращения в бассейне средней мозговой артерии. Вот самый частый вариант. Но инсульт может быть и мозжечковый, например, да, и тогда пациент имеет неспецифические признаки. Наверное, следует обращать внимание на некоторую нестыковку анамнеза и симптомов. Ну, например, развитие рвоты без погрешности в диете, абсолютно просто на ровном месте или особенно, да, после занятий гимнастикой. Это часто бывает. Можечковый инсульт связан, часто бывает, с расслоением позвоночной артерии и, соответственно, миграцией тромбоэмбола в сосуды, более мелкие вертебры базилярного бассейна и проявляется вот как раз такими признаками, как головокружение, да, рвота, кстати говоря, тоже нарушение речи, может быть, вот, ну вот на нестыковку анамнеза и клинических проявлений. А вот эти нестыковки, они как-то имеют, допустим, гендерную какую-то особенность, возрастную особенность, или они могут встречаться в любом возрасте и с одинаковой частотой у мальчика и у девочек. Какая-то закономерность здесь отслеживается. Я не взял на инсульт, да? Да, инсульт. Ну, меня интересуют даже вот эти маски. Все-таки более ярко, более классические, допустим, с проблемой среднемозговой артерии для девочек или для мальчиков, для детей более раннего, для детей более старшего возраста. Или нет такой закономерности? По среднемозговой я бы сказала, что нет закономерности, а по позвоночной артерии, ну, так получилось. Правда, у нас не очень большое количество больных, может быть, потом это будет откорректировано. Все-таки вот все больные с расслоением позвоночной артерии, это были мальчики. Мальчики. Да. И провоцирующим фактором, как правило, физическая нагрузка, гимнастика, о которой вы говорили, да? Да, это были гимнастические упражнения. Гимнастические упражнения. Буквально в течение часа после занятия гимнастикой, причем они ничего особенного не делают. Обычные, рутинные упражнения. Ну, гимнастика, именно кувырки, стояние на голове, вот эти вещи. Понятно. Тогда, если можно, чуть подробнее. Характеризуйте, пожалуйста, разные типы инсульта. И если есть, то обозначьте в том числе и клинические особенности. Выделяют 7 вариантов инсульта. Есть классификация, она принята в 2012 году. Вот до этого времени просто не было. Сейчас она есть. Классификация каскейт. Следующий тип. Инсульт связанный, она анатомическая. Инсульт, ну, на самом деле, есть и корреляции, конечно, клинические. И, соответственно, с этиологией можно соотносить. Первый тип связан с, это артериопатия мелких сосудов мозга. Маска этого инсульта – энцефалит. То есть очень сложно действительно поставить диагноз, потому что мелкие сосуды не видны на эморангиографии. Второй самый частый тип инсульта связан с унилатеральной, фокальной, церебральной артериопатии, когда с одной стороны, справа или слева, да, сужены артерии, как правило, это артери каротидного бассейна. То есть обычно среднемозговая или переднемозговая. Это проявление порока развития сосудов? Или какие-то другие? Нет, нет, Андрей Леонидович, это не проявление порока. Как правило, это не проявление порока развития. Этот тип инсульта почти всегда ассоциирован с недавней инфекцией в течение месяца, либо с ветряной оспой, которую пациент переносит в течение года. Вот настолько важны эти факторы. С развитием артериита? Фактически. Его не называют, его называют артериопатией все-таки. Артериопатия. Почему? Ну, по сути, это да. В большинстве случаев это, конечно же, воскулит, артериит. Но не называют, это потому что для того, чтобы поставить диагноз, нужна гистология, а пациенты все-таки как правило не умирают, они выживают. Так. Третий тип это билатеральная артериальная артериопатия. Крупные сосуды не только с двух сторон. Вот если объединить этиологические факторы для первых трех типов, это все-таки вот та же инфекция или ветряная оспа, либо аутоиммунный процесс. Как триггер запускающий. Да, как фактор, который повышает риск развития вот этих трех вариантов. Елена Борисовна, сочетание с полиморфизмом тромбофилии, вот этих первых трех вариантов. Очень неоднозначные наимнения, неоднозначные мнения на тему тромбофилии. По нашим данным, никаких аргументов в пользу значимости тромбофилии мы не нашли. Есть другие авторы, которые считают, что тромбофилия значима. Пока это обсуждается. Пока это обсуждается. Спасибо. Следующий вариант. Четвертый вариант это диссекция любых артерий на шее. С локализацией на шее либо бассейн сонных артерий, либо вертебральных артерий. Ну и, соответственно, симптоматика будет либо там, либо там, в зависимости от того, в какой бассейн поражен. Основной фактор это травма. Спонтанно, так, чтобы вот бывает спонтанная диссекция, но она все-таки крайне редко описана. И она обычно относится к внутри, к интеркраниальным вариантам расслоения. Если на шее, то это травма. Пятый вариант это кардиомболия. Достаточно очевидная причина заболевания сердца с нарушением функции сердца, эндокардитом либо кардиохирургическое вмешательство. Шестой, так называемый инсульт вследствие прочих причин. Ну, туда можно отнести, пожалуй, этот вариант не учтен в классификации, но, наверное, это должно быть пересмотрено. Инсульт, ассоциированный с минерализующей лентикостриарной ангиопатией, довольно часто описываемый феномен на нейросомографии. И седьмой тип, ну, либо сюда может быть отнесен, например, инсульт к шестому типу, ассоциированный с серповидной клетчатой анемией, не попадающей в предыдущие типы. И седьмой тип, мультифакториальный инсульт, когда, правда, ни один из авторов в имеющейся литературе мне не удалось найти примеров, что такое мультифакториальный инсульт, но предполагается, что у одного пациента есть одновременно несколько факторов, каждый из которых может явиться триггером, значимым фактором. Но в реальной жизни у каждого пациента можно найти самый значимый фактор, а все остальные будут тростепенные, и они постольку-поскольку. Они просто вот так получилось, что существуют у этого пациента, но они не являются триггером. Ирина Борисовна, ну вот эта классификация, которую только что вы представили нам, она и для взрослых, и для детей, или это все-таки классификация инсультов педиатрического профиля? Совершенно верно, это для детей. Это детская классификация? классификация. И она сейчас признана в том числе и в отечественной неврологии детского возраста? Да, но другой просто нет. Другой просто нет. Это рабочая классификация для диагностики инсульта. Понятно, Ирина Борисовна, если вы не будете против, поскольку эта тема очень сложная и очень важная, то мы, наверное, в следующей передаче поговорим более детально о наиболее частных вариантах инсультов у детей. Вы обозначите клинические особенности, чтобы педиатр мог задуматься об этом, и обозначите те необходимые методы обследования на этапе первичной диагностики педиатрические, неврологические, инструментальные, которые позволят правильно установить диагноз и выйти на необходимую экстренно проводимую терапию. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, сегодня была первая часть темы, посвященной педиатрическим инсультам. И у нас в гостях была доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Ирина Борисовна Комарова, которую мы с нетерпением будем ждать в нашей студии для того, чтобы во второй части обозначить уже вопросы, связанные с диагностикой и лечением этих состояний. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Ассоциация Сирано рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в новом формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующее у вас мероприятие и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку полезной информацией. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом Сирано образование станет ближе и удобнее.